Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Поздравил работников СМИ с праздником и Союз журналистов Абхазии специальный репортаж программы на абхазском языке посвященной Дню СМИ смотрите после выпуска новостей Исполняющий обязанности президента Республики Абхазии Валерий Бганба поздравил главу Республики Адыгеи Мурата Кумпилова с днем рождения Народ Абхазии высоко ценит оказанную помощи в поддержку Братской Республики Адыгеи самые трудные времена для нашей страны, отметил Бганба. При федерации иностранных гражданин, живший в Бинсказе более миллионов рублей, теперь может получить разрешение на временное проживание. Закон о правовом положении иностранных граждан был принят еще в 2016 году, но сумму инвестиций Кабинет министров утвердил только сейчас. Учитывая, что само разрешение на временное проживание как разновидность документа для иностранцев было введено в Абхазии только в 2019 году, далеко не все понимают, что такое РВП, на какой срок оно выдается и какие права предоставляет. Подробнее об этом Надежда Боровикова. Закон о правовом положении иностранных граждан был принят в Абхазии еще в 2016 году. В нем было два положения, которые должен был установить Кабинет министров. Первый – это перечень профессий, владение которыми обеспечивает иностранным гражданам преференции в получении документов. Его приняли в ян 2020 года. А в этом сумму инвестиций необходим для получения разрешения на временное проживание. 26 февраля правительство утвердило ее в размере 10 миллионов рублей. Чем мы руководствовались, когда выбирали сумму, эту сумму? Мы работали в соответствии с законом, принятым в 2014 году, законом об инвестиционной деятельности. В общем, выбрали сумму 10 миллионов, так как это является более-менее самая оптимальная сумма, которую иностранный гражданин заинтересован вкладом в Республику Абхазию. Данный нормативный правовый акт направлен в первую очередь на привлечение иностранных культур в Республику Абхазию. В принципе, это не секрет. Иностранный гражданин, который инвестировал в страну, хочет физически пребывать в той стране, куда он инвестировал. И поэтому этот нормативный правовый акт дает возможность ему пребывать в этой стране, куда он инвестировал. Разрешение на временное проживание, как норма, установлено все тем же законом о правовом положении иностранных граждан. Она была введена окончательно только в мае 2019 года. Поэтому пока что документы на РВП подали 108 человек, получили всего 63 человека. Разрешение на временное проживание выдается в паспортном управлении МВД Абхазии. РВП – это разрешение на временное проживание. Оно может быть выдано иностранному гражданину, родившемуся на территории Абхазской ССР и проживающему на территории Республики Абхазии не менее пяти лет. Иностранные граждане, состоящие в браке с гражданином Республики Абхазии, имеющие хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Республики Абхазии, также осуществившему инвестиции в Республике Абхазии в размере, установленном Кабинетом Министром. Эсма Богателия перечислила 4 категории иностранных граждан, которые могут претендовать на РВП. Всего в законе их 14. Разрешение на временное проживание выгоднее еще и тем, что оно дешевле и продлевать его нужно реже. Например, визу и разрешение на работу можно получить на год. Их оформление обойдется порядка 15 тысяч рублей. РВП стоит 800 рублей, дает право работать и выдается сроком на 4 года, иногда меньше. Иностранные граждане, поступившие на военную службу, на срок военной службы, а иностранные граждане, которые получают обучение в Республике Абхазии на очной форме обучения, которые обучаются, они получают на срок его обучения. Инвесторам это законное проживание на территории Республики Абхазия в течение 4 лет. 10 лет проживания на территории Республики Абхазия, законного проживания, имеет право на получение вида на жительство. Государственное инвестиционное агентство вместе с аппаратом Кабмина участвовало в расчете минимальной суммы инвестиций для закона об иностранных гражданах. К тому же агентству постановление правительства положено проверять, какую сумму инвестировал иностранец. Но право получить РП это не единственная преференция, которую получает инвестор в Абхазии. Законом об инвестиционной деятельности определена норма, в соответствии с которой иностранный инвестор, который вкладывает в экономику Абхазии, вот как я уже сказал, в соответствии с постановлением о зонировании территории, энную сумму денег, он может претендовать на получение льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество, либо 100%, либо 50%, в зависимости от суммы, которую он вкладывает. У нас есть проекты, которые, ну там не обязательно имеется в виду иностранный инвестор, там предполагается также и национальный инвестор. И у нас уже, конечно, есть проекты, которые включены в реестр, и вот они в соответствии с этим законом освобождены от налога на прибыль до момента окупаемости своего проекта. В данный момент работают шесть проектов, чьи инвесторы освобождены от налога на прибыль и имущества. Вероятно, вскоре появится и первый иностранный инвестор, который получит разведение временное проживание с ровно четыре года. Все ветераны, граждане России или получающие российскую пенсию, получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Российская газета. Если ветеран гражданин Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги, сказал журналистом Песков. Лекарства обмену и возврату не подлежат. В эфире вновь рубрика «Стандарт». В этот раз совместно с инспекторами Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору наши корреспонденты проверили несколько гудаутских аптек на предмет просроченных медикаментов и соблюдения условий хранения лекарств. Подробности у Марианы Котовой. Мы побывали в четырех аптеках гудаут, и в одной из них на прилавках обнаружились просроченные товары. Витамины, инъекционные препараты, детское печенье и косметика. Медикаменты, срок годности которых истекает в аптеке Адонис, заносят в специальную тетрадь. Но, видимо, не всегда успевают. То, что отходит. Я пишу сюда в тетрадь за два месяца. За два месяца как должен подойти последний срок. Вот сейчас это до апреля, вот здесь выписано. Ноль третий месяц. Инспекторы, они часто сталкиваются с просрочными медикаментами при проверках. Они попадаются в небольших количествах, но все же не стоит терять бдительность при покупке лекарств. Ассоциативен в аптеке не такой большой, и просроченных товаров оказалось тоже не так много. Это две упаковки просроченных детских печенек и пару лекарственных препаратов. Поэтому я хочу сказать, что даже при покупке лекарственных препаратов в аптеке нужно обращать внимание на сроки годности, потому что везде может быть халатность, где-то не досмотрели, где-то просто не увидели. И поэтому внимательными нужно всегда быть. У инспекторов госстандарта есть право динатурировать товар, непригодный к реализации. Они поступили с частью просрочки. Это не то, что я вам не доверяю, но как бы обязан это сделать. Ну, сейчас я произвел динатурацию печенек, потому что печенек как-то можно утилизировать без особого протокола. А лекарство, чтобы утилизировать, нужно особый протокол. Так просто утилизация лекарства нельзя производить. Как говорят специалисты, чаще всего просроченный товар попадает на прилавки аптечных пунктов по невнимательности, так как истекший срок незначителен, от силы месяц-два, и количество просрочки мизерное. Как показала практика, просроченные товары можно обнаружить в Абхазии не только в продуктовых магазинах, но и в аптеках, где, по идее, за этим должны следить гораздо строже. Вернуть просроченное лекарство можно только в том случае, если у вас есть чек, но не во всех аптеках есть кассовые аппараты, и тогда лекарство вернуть будет невозможно. Поэтому проверяйте сроки годности, не отходя от кассы. Но вернуть даже нераспакованное лекарство, срок годности которого в пределах нормы, невозможно. Это запрещено правами торговли. Но, как рассказывает фармацевт Олеся Анква, покупатели периодически пытаются сдать ей непригодившийся товар. Пытаемся донести и объяснить, что нельзя обменять и вернуть лекарство. Попытаются люди? Да, конечно. У нас врачи могут выписать сегодня одно лекарство, завтра другое. Это все дорогостоящее, и не каждый может себе позволить менять лекарство. В зеленой теме в районе Гудаутского рынка работают два фармацевта. Мойной контроль за самогодностью сделал свое дело. Ни одного просроченного лекарства инспекторы на прилавках не обнаружили. Мы находимся в аптеке в городе Гудаута. Зеленая аптека называется. Мы провели только что проверку. Просроченных товаров мы не обнаружили. В аптеке массового показателя. То есть, тут все хорошо. Так история в аптеке без знаний неподалеку. Но тут глаза неправильно храняясь травы. Их нельзя выставлять на витрину. Почему нам обняли в другую, названием 911. Фармацевт Анжела Ажиба подробно описала особенности реализации лекарственных трав. Травы хранятся именно в темном месте, так как, соответственно, температура у них не выше 25 градусов. Должно быть хранение правильное. Я заметила, вообще сама я видела, что очень часто травы хранятся на витрине, что очень неправильно. Во-первых, бьет свет. Это, соответственно, первое. А второе, это пахучий прям запах. Я даже иногда сама прохожу прям. Это очень неправильно. То есть, хранитель должно быть правильное. Соответственно, травы должны храниться в темном, закрытом, плотном месте. Мы не рекомендуем брать в аптеке травы, расположенные на витрине. Отлежание на свету срок годности лекарственных растений существенно сокращается. С датой, указанной на коробке, может быть все в порядке. Но большая часть свойств, вероятно, будет потеряна. Если вы пришли в аптеку за травами, надо спросить об их наличии, а не искать за стеклом. В хорошей аптеке коробочки лежат в шафу. Во всех аптеках, где мы побывали, соблюдается температура жим. Но не на всех коробочках указана цена товара. Отсутствие ценника, нарушение правил торговли. Покупатель имеет право узнать цену товара не от продавца, а из информации на витрине. Видите нарушение, не стесняйтесь обращаться в госстандарт. Все контактные данные есть на сайте или на база ТВ. Мария Накотова, Турник Амичева, Абаза ТВ. СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК Как призвание, курс повышения квалификации для специалистов по социальной работе прошел в рамках очередного визита в Сухум кандидата медицинских наук Марины Земляных. Курс на тему клинические навыки социального работника, конструктивное взаимодействие с клиентами и мотивационное интервьюирование организован детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Что представляет собой сама служба социальной поддержки детей и семей и почему так важно сотрудникам получать новую информацию специалистов, расскажет моя коллега Ола Барганджа. Профессия и призвание для нашей республики социальной работника сравнительно всего три года назад в рамках работы программы Министерства труда, занятости и социального обеспечения совместно с детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Была создана одна из важнейших служб в полке. Ее главная задача оказать каждому роду поддержку семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы начали по всем государственным, государственным, администрациям, сел, знакомиться со школами, начали знакомиться, рассказывать о себе, чем мы вообще занимаемся, чем можем помочь. И вот пока мы ездили, знакомились, мы поступали к нам сигналы. Часто бывает, что в сигнале сообщается о какой-то проблеме, мы выезжаем и на месте мы выясняем еще одну проблему. В большей степени это оказание психологической помощи, консультации по различным вопросам. И, как говорят сами соцработники, планируемый итог – это самостоятельность семьи в будущем. Своевременное вмешательство и использование нужных слов зачастую приводят к желаемому результату. Бывают семьи, где ты проходишь, и какой-то толчок ты даешь, какую-то помощь маленькую оказываешь, и все там пошло, и даже ты удивляешься, как все улучшилось. А бывает, где очень сложно, совсем по чуть-чуть, и бывает совсем, когда даже духом падаешь. Но надо понимать вообще, что вот эта помощь, она, результат это не за один день, не за два дня, не за месяц, нужны годы. Потому что у людей образ такой выработал сейчас, то есть это годами то, что проблема возникла, ее нельзя одним днем или месяцем решить. Толчком для налаживания жизни таких семей иногда служит трудоустройство, возможность получить образование, а порой и просто крышу над головой. Оказать финансовую помощь в этом вопросе соцработник не может, но задействовать нужные ведомства и службы, как раз дело его профессии. У нас была такая семья, где семья, жилищные условия были ужасные. Ну, допустим, они жили в Апатсахе. Подключились все службы, фонды, государственные структуры, и совместными усилиями сегодня добились того, что семья, дети находятся в тепле. Это главное. У детей есть дом, где они могут там в безопасности находиться. Когда подключаются все, связывались результаты видений. А когда любая структура, какая бы она ни была, пытается в одиночку справиться, это сложнее уже. На счету этой службы таких примеров немало. Только за 2019 год помощь разного рода во всех районах республики смогли получить более 377, за каждой из которых стоит большой труд профессионализм соцработников. Мы только нас взяли, мы проходили обучение несколько месяцев со специалистами из тех стран, где социальная служба, этот сервис, он уже годами налажен. И у нас была возможность на их же ошибках учиться. То есть, и даже, да, вот по случаям возникают сложности, у нас есть возможность выйти с ними на видеосвязь, допустим, обсудить. Они дают какие-то свои рекомендации, оценку, в каком направлении нам работать. И это очень нам сильно помогает. Кроме того, несколько раз в год соцработники проходят курсы повышения квалификации, непрерывно совершенствуя свои знания. Тренер, сультант, кандидат медицинских наук Марина Земляных. Они получают навыки по организации социальной помощи, по методам оказания социальной помощи, по тому, как правильно взаимодействовать с различными семьями, у которых есть или иные проблемы. Они очень действительно важны, потому что без этих навыков трудно очень вести социальную работу с уязвимыми категориями семей. Курс по повышению квалификации проходил на протяжении трех дней, с 24 по 26 февраля. Его участники – социальные работники из разных районов республики. Майяна Герхелия приехала из-за Чемчиры. По ее словам, проблема многих семей – это алкоголизм, из-за которого чаще всего страдают дети. Справиться с этой бедой путем общения с родителем, как рассказывает девушка, крайне сложно. До сегодняшнего тренинга мы использовали много методов, перепробовали все, как общаться с такими людьми, как с ними говорить, что использовать, какие слова использовать. После сегодняшнего тренинга мы уже думали, мы будем говорить с такими людьми, что мы будем использовать, чтобы как-то их мотивировать, изменить свою жизнь. Курсы по повышению квалификации прошли и сотрудники отдела социального служения Священной Метрополии Абхазии. Иногда не только нужно помочь продовольствием, а нужно как-то обратить внимание на состояние здоровья детей и всех подопечных наших. Помимо минаров при ПСФ на педагогическом фактике Абхазского госуниверситета был успешно платирован по социальной работе. В 2019 году его закрепили в учебном программе на постоянной основе. Это значит, что таких сотрудников в ближайшее время в стране станет больше. На сегодняшний день офисы социальной службы находятся в каждом районе республики, а любой обратившийся по номеру или лично может получить соответствующую помощь. Виола Барганжа, Эдуард Даракелян, Абазатовая. Культура. Опубликована новая поэма народного поэта Абхазии Мушни Ласурия «Звезда рассвета». В издательской аннотации указана новая поэма пронизана светом многолетних духовных исканий, напряженных раздумий. Это проникновенное повествование о христианстве и его судьбах в Абхазии, драматичной и величиной истории родного народа, о царях и храмах Абхазии, о смысле жизни, о душе, рождающейся и взрослеющей в стране души. Известному русскому поэту Михаилу Синельникову удалось средствами художественного перевода воспроизвести все поэтические достоинства поэмы и приблизиться к ее оригинальному звучанию. Стоит отметить, что это не первая совместная работа двух поэтов. 10-й юбилейный республиканский фестиваль Оркестров народных инструментов Абхирца памяти Ивана Иснатовича Корту состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. В этом году исполняются 110 лет со дня рождения Ивана Корту. В фестивале приняли участие Абхазские, Кабардинские и Шапсукские оркестры. Вход свободный. Ну а 4 марта в выставочном зале Государственного музея боевой славы имени Владислава Арденба состоится открытие фотовыставки «10 лет без Владислава», посвященной памяти первого президента Республики Абхазии, основоположника современного абхазского государства. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в пятницу 28 февраля в Республике переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман, днем временами дождь. Возможно, гроза, к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 10, днем до плюс 20. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте Абаза.ТВ. До встречи. Абаза